Александр выгодил квартиру в готовом доме. Зеленый 29, это 14 этаж. Квартира полностью с готовым ремонтом. Везде обои, везде ламинат, то есть санузел готов. Везде плитка, установлена вся сантехника. Ключи сразу после регистрации. Отлично. Я очень рад. Александр таксист. У него двое детей. До этого, говорит, покупал только лотерейные билеты. Да и там особо не везло. А вот перед выборами детям в школе рассказали о викторине. Попросили, чтобы родители зарегистрировались. И, говорит, решил попробовать. Вечером пришло смс. Ну, просто подарок написан был смс. Ну, как бы даже не думал. Ничего, как бы. На свяжение позвонили. А вы знаете, что вы выиграли квартиру? Я говорю, да не может быть. Вы, говорит, зайдите, говорит, на сайт. Ну, они, говорит, не, правда, выиграли. Я зашел потом после звонка в личный кабинет и, правда, там было написано квартира в городе Рязани. На предложение купить еще один лотерейный билет? Может, на волне удачи получится еще что-то выиграть? Александр ответил просто. Нет. Такое бывает только раз в жизни. Мы продолжаем, друзья. И на кону сейчас самый главный приз сегодняшнего дня. А это квартира в Рязани. В новостройке уже полностью вся с отделкой. И хоть сейчас заходи, как говорится, и живи в ней. Поэтому сейчас, я даже сам волнуюсь, друзья, мы с вами станем свидетелями еще одного чуда. Не побоюсь этого слова. Победителем стала Элеонора Макарова. Девушка говорит, что участвовать в викторине ее побудила подруга. А вот муж участвовать не согласился. Подумал, что неправда все это. Собственно, после первого розыгрыша не поверила и сама Элеонора. Мне позвонили. Я не поверила. Я решила, что это либо розыгрыш, либо мошенники. Говорю, нет, мне ничего неудобно, я никуда не поеду, ничего не знаю. Они говорят, ну вы подумайте, мы где-то через полчаса вам перезвоним. Я захожу на страницу, где регистрировалась, где был мой QR-код, и там написано, что действительно вы выиграли квартиру. Мне пришло смс, что я выиграла квартиру. Мы такие в шоке. Что делать? Надо звонить, соглашаться. До этого Элеонора в лотереи почти не играла. Так, говорит, изредка покупала билеты. А пару раз выигрывала по репостам. Теперь вот сорвала крупный выигрыш. Элеонора от лица строительной компании. Поздравляю вас с выигрышем. Спасибо. Ирина тоже одна из первых победителей. Говорит, до этого вообще нигде не играла. Свой QR-код зарегистрировала в первый же день выборов. И в тот же день узнала о выигрыше. Очень неожиданно, даже и не думала. Честно, если что, какие-то вообще подарки можно так выиграть легко и просто. Всего лишь пройти, проголосовать. Проект «Семья России» не просто викторина. Перед регистрацией рязанцы ответили на четыре простых вопроса, которые станут основой для улучшения мер поддержки семей в регионе. Мне кажется, очень интересный и правильный опыт. И с одной стороны, мы действительно получили огромное количество важной информации, которая вот в рамках года семьи будет учитываться при формировании социальной политики. А с другой стороны, мне кажется, это и жителям принесло много радости. Я вот не раз слышал даже в коридорах где-то на встречах обсуждение, кто у кого чего выиграл. И в целом создавал такую атмосферу праздника. И хочу сказать, что по крайней мере те победители, про которых я знаю, все такие очень достойные, интересные люди. Десять автомобилей, шесть квартир и больше 150 тысяч других подарков. Все это выиграли жители Рязани, Сасова, Александра Невского, Касимовского, Пронского, Шиловского, Рязанского и Ряжского районов.